К нашему эфиру присоединяется Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Да, здравствуй. Вот смотрите, раньше российская пропаганда пыталась оправдать агрессию Кремля против Украины. Не получилось, никто не поверил. Потом российская пропаганда пыталась убедить союзников не помогать нам. Тот же результат. Вот в последнее время пропаганда пытается поссорить Америку с Европой. Сейчас, в преддверии выборов в Штатах, пытаются поссорить американцев с американцами, намекая на гражданскую войну некую и так далее. Можно ли условно российские фейки по периодам разделить? Или это, как говорится, работают в разных кабинетах в одном институте? Нет, в действительности это никогда не прекращалось, то, что вы говорите. То есть это многоуровневая кампания, очень хорошо продуманная. Все-таки у россиян и во главе государства в России ФСБ находится. Касаемо проведения спецопераций, манипуляций и так далее, у них очень хорошо, на очень все хорошем уровне поставлено. И оно работает с накопительным эффектом. То есть главный принцип работы Кремля – это сеять хаос. Это вот Сурков как-то написал статью, по-моему, два года назад. У него такое очень точное название было того, что делает Россия. Это распаковка хаоса. То есть поддерживают правых против левых, левых против правых. Постоянно поддерживают полярные точки зрения в обществе для того, чтобы не было середины. Дальше по обстановке. То есть если сейчас задача состоит, например, в фокусировке на срыве помощи Украине, то тогда они запускают эту сеть по этому уровню. Если состоит задача поссорить США с Европой, то тогда немного корректируется кампания. Так у них волнами перманентно они всегда работают. Перманентно всегда работают, на это тратятся в действительности очень большие деньги. Очень достаточно профессионально работают. Я вот смотрю, как они активно работают в Польше, но они очень-очень там профессионально работают и получают там необходимые результаты. Хотела у вас спросить на сегодняшний день, где ярче всего проявляется это все ИПСО, Российская Федерация, где их работа, рука Кремля, как обычно, еще тоже, можно сказать, влазит и где-то работает. А можно ли сказать, что где-то удачно противостоят российским попыткам посеть, распаковать этот хаос? Какие примеры, по вашему мнению, сейчас можно привести? Ну, смотрите, конечно же, не все получается. Я не говорю, что не все получается, но где-то оно, знаете, это все равно имеет накопительный эффект. Оно одно за другим заходит, и оно может где-то срастись, а может не срастись. Это первое. Врагом собственной компании является непосредственно Путин и сам Кремль, который показывает свою абсолютную неменяемость. Например, когда произошло убийство Навального, это еще больше в действительности сыграло против России, потому что, если еще были какие-то надежды, в том числе на Западе, а там есть такие круги, которые все-таки надеялись на возвращение отношений с Россией, бизнес as usual, то вот после убийства Навального стало ясно, что транзита не пройдет. То есть не будет после Путина условно такой хороший русский Навальный, который скажет, ну вот во всем виноват был Путин, давайте перестраиваться, давайте снова возобновлять отношения, мог дать какие-то уступки, например, по доступу к ресурсам России, странам Запада, и как-то выйти на другую орбиту, перезагрузить отношения. А теперь стало все равно понятно, что это все не работает, что Путин окончательно слетел с катушек, и он предлагает ничего, кроме войны, в том числе даже уже странам НАТО и так далее, и это влияет. Влияет реальная жизнь, реальные события, это когда происходит убийство детей в Украине, вот сильно влияет на Россию и непосредственно успехи Украины на территории России. Вот постоянная долбежка территории России со стороны украинских спецслужб, удары по нефтеперерабатывающим заводам, по металлургическим комбинатам, по портам, это создает тоже понимание для западных элит, что, ну и для общественного мнения в том числе, что не так как бы однозначно выглядит ситуация, как хочет показать Россия. Но вот на пресс-конференции Зеленского присутствовал господин Малюк, глава СБУ. Он там уже четко говорит, будет дальше больше, у них уже, точнее, сокращение экспорта российской нефтепродуктов на 55%, и вот это вот тоже влияет. То есть реальная жизнь, реальная жизнь, она влияет и работает против России, потому что инструменты пропаганды, они в действительности имеют ограничения, они не всесильны. Когда они не совпадают с реальной жизнью, вот с реальной жизнью, нечего вот так вот показывать, разделить, то тогда оно не сильно срабатывает. Вот в Польше, в Польше она пока хорошо срастается. То есть есть общее недовольство европейской политикой, есть общее недовольство от прихода украинских производителей на европейский рынок, это есть внутренняя, все-таки в некоторых партиях Польши, внутренняя такая фоновая антиукраинскость, которая все равно у них присутствует. Там то Бандера им снова не нравится, то снова вспоминает Волынскую резню, которая уже 70 лет и так далее. И это вот все как при правильной подаче, это все схлопывается, вот то, что мы, например, видел в Польше. Но это тоже имеет свои, опять же, ограничения. Это зависит от реакции как Украины, так и Польши на эти события. И тогда они переходят к следующему плану, они переходят к следующему сценарию по нахождению новых болевых точек, как в Европейском Союзе, так в Польше, так и в других странах. Вот давайте, если можно об этом детальнее, да, многие наблюдатели, обозреватели говорят, что 2024 год будет во многом годом определяющим, потому что по всему миру выборы проходят, такие значимые, да, даже если брать Америку, вот в Европе в многих странах будут проходить выборы, европейские высшие институции и так далее. То есть если определить цели российской пропаганды, российской информационной войны, кибернетической войны, то как бы можно уже и как бы подготовиться к тому, куда Россия будет атаковать. Вот если брать комплекс на 2024 год, где возможны российские информационные атаки? Ну, опять же, они очень многопланово работают. Даже мы многое чего и не замечаем. Это вот то, что вы перечислили, то, что французы заметили. Это, уверен, это только часть, часть пропаганды, плюс она еще накладывается на работу ихних агентов, которых очень много в действительности по всему миру. Вот недавно, буквально вчера, был слив, уже Германия признала, что это реальный слив переговоров немецких военных по поводу того, что сколько Таурусов нужно, чтобы раздолбать Крымский мост. Это говорит о том, что инфильтрация агентов просто масштабная. Мы даже масштаба в себе не представляем. Касаемо, куда они будут двигаться, конечно же, они хотят сыграть выборы. Например, в Германии, если очень внимательно посмотреть, вот они поддерживают две крайности. Вот альтернатива Германии и бывшие Делинке, это сейчас там, не помню фамилию, не могу сейчас вам точно сказать фамилию женщины, которая возглавляет фактически крайне левую партию. И вот в совокупности, представьте себе, если те 15% наберут, это те 15%, это уже 30% в парламенте, например, Германии. А это уже влияние на коалицию, это уже вхождение в правительство и так далее. Дальше они понимают, что приблизительно 10-15% населения Евросоюза не поддерживают Украину. Они активно работают с этим электоратом и пытаются это конвертировать в конкретные электоральные результаты. Где-то у них получается, где-то не получается. Ну, например, вот Словакия. Оно где-то вот, вроде бы, человек, ну, Фица говорит правильные для Кремля хорошие вещи, но действует он не так, как хочет Кремль, потому что есть и интересы, есть и другая ситуация. То есть Словакия не такое, не проросшее такое вот идеологические эти метастазы, которые проникли. Но в Германии у них, например, может быть больше. Вот они пытались сыграть в Нидерландах, если вы заметили. Там победил, вот один из таких, не победил, а большое количество голосов взял крайний правый, и он там заявил, что мы не будем помогать Украине. Но, видимо, решение вот глубинного нидерландского государства, оно уже прошло этот этап, когда даже появление этих людей как-то может повлиять на их позицию. Все равно вот Нидерланды подписали соглашение, передаются огромный пакет, в том числе F-16. Недавно было подписано соглашение о поддержке Украины, соглашение о безопасности, причем достаточно в таком знаковом месте, в Харькове, фактически под бомбежками. Они с Зеленским подписали. Поэтому, то есть где-то они будут, конечно, везде пытаться. Они будут пытаться нарастить в разных странах дружества, на том числе Украине, множество партий. Например, в той же Румынии они будут тоже раскачивать историю, связанную с недовольством по аграрной сфере, накладывать это на Украину и тоже хотят получать. Ну и, конечно, получить результаты. И, конечно же, громадное финансирование, на которое пока у них есть деньги. Тут в контексте того, есть ли для Российской Федерации, условно говоря, большие страны для интереса раскачивания внутри, как вы уже обозначили, либо же маленькие. Вот в Молдове, вот вы вспомнили о Румынии, в соседней стране в Молдове в этом году тоже планируются президентские выборы. Майя Сандо объявляла о том, что она будет тоже, опять-таки, баллотироваться на второй срок. И она также инициирует проведение этой осенью референдума о вступлении страны в Евросоюз. В связи с этим многие эксперты и чиновники считают, что Москва приложит максимум усилий для дестабилизации ситуации в Молдове. Ну а сама Майя Сандо неоднократно заявляла, что Россия всеми силами пытается установить пророссийскую власть в стране. И цель – использовать Молдову в войне против Украины, так же, как Кремль использует территорию Беларуси. Ранее, напомню, ходили слухи о том, что так называемые депутаты непризнанного Приднестровья попросят принять в состав России часть территории Молдовы, но обошлись жалобами на экономическую блокаду со стороны Молдовы. Это здесь из-за того, что раньше времени этого заседания, это, получается, у них результаты съезда, вот такие были депутаты всех уровней непризнанного Приднестровья. Это просто потому, что заблаговременно вскрыли идею, и поэтому они уже, по ходу, меняли историю на экономическую блокаду, а не на присоединение к Российской Федерации. И вот чем интересна Молдова для Российской Федерации, учитывая то, что она военную помощь нам не предоставляет, да, поддерживает морально, в первую очередь. Как вы считаете, есть ли маленькие страны, большие для России? Ну, смотрите, Молдова – это очень тоже важная страна, потому что она, вроде кажется, небольшая страна, но как вот дестабилизирующий фактор всего региона очень хорошо работает. Касаемо экономического давления, это тоже связано с европейской интеграцией Молдовы. Там с 1 января заработали новые правила, таможенные правила, которые теперь заставляют, фактически, предприятия Приднестровья, которые по удивительному стечению обстоятельств в основном-то экспортируют свою продукцию в ЕС, платить больше в бюджет Молдовы. И поэтому там вот стал вопрос об экономическом давлении. Хотя ничего экономического давления нет, то с Молдовы приводят к требованиям Евросоюза свое законодательство. То есть там ситуация была такая, что Приднестровье, в принципе, давно уже интегрировано в экономическую жизнь Молдовы. Там предприятия, которые находятся на территории Приднестровья, они имеют молдавские таможенные сертификаты, потому что по-другому они экспортировать в ЕС вообще никакой продукции не могут. Там есть основное предприятие Приднестровья, это Молдавский металлургический комбинат, это находится в Рыбнице. Есть предприятия, которые экспортируют тоже в Европу, там производитель коньяков, например, есть и другие предприятия. И поэтому это существенный ущерб в действительности для Приднестровья, и они теряют деньги. Касаемо того, вскрылось, не вскрылось, ну, там ситуация в действительности более прозаичная, потому вот эти руководители Приднестровья, которые там находятся, у них вообще нет никакого желания не идти ни в какую Россию, ни куда-то интегрироваться, у них и так все хорошо. Каждый имеет по нескольку паспортов, украинские, кстати, тоже ходят упорные слухи, что у них всего руководства Приднестровья есть и украинские паспорта, потому что там, да, ну, близость как бы, ну, там у людей вообще по нескольку паспортов, кто-то румынские, балдавские, русские, украинские, то есть там полная солянка. Да, да, да. Ну, там как в саде Малиновки будет, наверное, есть, когда придет время. Руководству Приднестровья, вообще это не нужно, у них и так все хорошо, у них контрабанда есть, у них есть деньги, у них их пускают в ЕС, вот, а тут еще Москва, какие-то, какая-то Россия, они же понимают тоже простую вещь, что если их теоретически, вот, теоретически, если примут в Россию, то это же санкции сразу будет по этому региону, там коллапс будет, полный экономический коллапс. И зачем это им надо? И поэтому они там очень, они всегда хитро действуют и стараются вообще не вылазить лишний раз и не показывать вообще, что они имеют отношения какое-то к России. А так они получают российский газ, фактически дармовой, Россия там финансирует пенсии, инфраструктурные проекты, платят за армию, а там в основном в армии как раз местные жители, потому что ротация не с 2014 года, их там набирает. У них тоже вообще никакого желания воевать, в какие-то авантюры входить. И поэтому вот такая достаточно беззубая была позиция. Ну и плюс, смотрите, там буквально на конюне этого съезда приехали из Госдепа, приехала делегация и поговорили по душам с руководством Приднестровья. Наверное, с таким общим посылом не надо баловаться, а то будет плохо. Ну то есть фактически можно считать, что в данной ситуации именно этой, да, такие вот потуги политические и информационные со стороны Российской Федерации потерпели поражение, получается. Ну я бы недооценивал этого. Все-таки вот по выборам они могут устроить какую-то историю для Молдовы. Например, там же есть еще один автономный округ, вот это национальная автономия гагаузов. Она тоже начала обращаться до притеснения. Там еще более сложнее ситуация. Молдова там тоже не контролирует ситуацию. Там не только Россия есть, там и Турция еще есть, потому что, ну, гагаузы — это тюркский народ, который, ну, вообще православный, чуть ли не единственный православный народ тюркский, но там влияние Турции в том числе есть. И там они могут устроить какую-то гадость. Почему? Потому что, ну, например, организовать приезд людей, которые приедут и проголосуют, например, с Приднестровья. Ну, такой подвоз людей, потому что им, в принципе, не запрещено голосовать. Там запрещено на территории Молдовы, Приднестровья создавать участки избирательные. Но люди могут приехать, например, на правый берег и проголосовать. Хотя, учитывая то, что все-таки там где-то 300 тысяч людей живет в Приднестровье, а население Молдовы по разным оценкам где-то 2,5 миллиона, это очень сильно может повлиять и на электоральные настроения, и голосование в том числе по этому вопросу о вступлении в Европейский Союз. Поэтому там очень все, непростая ситуация для Санду. Там могут быть очень разные ситуации, потому что влияние России и Молдовы очень в действительности высокое. Да, и учитывая, что Мария Захарова, она любительница комментировать, что происходит где-то там в Гагаузии. Ну вот, где Захарова, а где Молдова. Ну, спасибо вам большое за ваше время. Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова